Но сейчас все будет лучше. И все, что ты можешь играть с вами? Да, это очень хорошо. В Украине нетипичный джазовый бенд. Первое, что бросается в глаза, музыканты играют без поддержки контрабаса. Они говорят, этот инструмент сдерживал их творческие поиски и мешал взаимопониманию в коллективе. Мы работаем как партнеры. Йонас создает грув, я создаю ритмические паттерны. Затем мы объединяем все воедино, немного импровизируем, как и большинство музыкантов. Свой жанр музыканты называют транс-джазом. Это медитативные, погружающие в себя композиции. Музыка Хелли, череда смен настроений, эмоциональных взрывов и затишей. Йонас и Лука чувствуют друг друга с одной ноты и легко меняют стили и жанры, часто выходя за пределы джаза. Мелодически музыка Хелли минималистична, но выверена до малейшего звука. Именно это и пришлось по душе самарским слушателям. Многие европейские музыканты экспериментируют, они делают какое-то свое идейное творчество, создают концепт и не боятся быть непризнанными. Я находил этих ребят на ютубе и, ну, прям цепляет музыка. То есть она погружает тебя в какой-то, не знаю, какой-то свой, такой своеобразный мир. Музыканты высочайшего, высокого класса, без сомнения. Но ребята молодые, они увлеклись поли-стилистикой. Концерт завершился долгими овациями. Впереди у музыкантов выступление еще в нескольких российских городах и новый альбом, который выйдет в марте. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.